Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлом году я записала видео о том, как стать плохим учителем. Но в этом году я решила снять другой выпуск о том, как стать идеальным учителем. The hell with it? Какой нафиг идеальный учитель? Крутой учитель? Вот это тема. Hi there, it's Nastia и моя рубрика Handy Hacks. И сегодня мы поговорим про 5 советов, как стать поистине крутым учителем. Круче, чем яйца! Это плохая шутка, давайте перепишем. Круче, чем горнолыжная трасса! Тоже как-то не очень. Круче, чем Игорь! Какой Игорь? Как какой? Крутой Игорь. Во-первых, чтобы быть крутым в традиционном понимании, надо источать уверенность в себе. То есть вот это вот, о боже, я не знаю, что ответить на этот вопрос. О боже, мне так страшно, что если мы не успеем пройти программу в срок? Вообще не подходит. Конечно, мы все иногда в себе сомневаемся, это абсолютно нормально. Я сейчас говорю именно про подачу материала. Есть много техник, как звучать уверенно. В том числе, это и работа над своим голосом. Темп, интонация, громкость. Мне как-то дали совет. Нет, если ты стесняешься своей аудитории, то говори громко. Вот как можно громче. И вот мне лично помогает. Особенно с новыми учениками и большими классами. Во-вторых, Шутите. Когда речь заходит об образовании, люди часто повышают градус серьезности до небес. А между тем, образовательный процесс, лично по мне, может и должен приносить удовольствие. Я уверена, и у вас, и у ваших учеников достаточно стресса в жизни. И смех как раз обладает терапевтическим эффектом. Поэтому люди с чувством юмора так нравятся окружающим. Я обожаю Петросяна. Вы представляете, вот вокруг ваших учеников так много серьезных взрослых. Это родители, другие учителя, какие-то родственники. А тут вы с улыбкой на лице, with your positive outlook, с шутками. Отличная смена обстановки. В-третьих, как говорила моя преподавательница, учитель должен быть личностью. То есть у учеников должно быть некое любопытство к нам, как к личностям. Чтобы им хотелось узнать о нас побольше, о наших интересах и о нашей жизни в целом. И как раз это проявляется в том, что они хотят узнать ваше мнение насчет какой-то проблемы. Остаются после урока, чтобы поболтать с вами. Спрашивают, где вы были летом и сколько вам лет. Находят вас в соцсетях. Ну вы поняли. На урок крутому учителю всегда хочется прийти. На него хочется равняться и брать с него пример. Расскажите про выставку, на которую вы сходили, про книгу, которую вы читаете, или про фильм, который вас зацепил. Будьте хорошим примером. В-четвертых, крутой учитель проявляет интерес в ответ. Будьте в теме увлечений ваших студентов. Задавайте вопросы, слушайте. Это работает и со взрослыми, и с детьми. Если мы говорим про детей и подростков, то, поверьте, большинству из них не хватает именно такого безопасного пространства, где они могут поделиться своими интересами, высказать свою точку зрения, и чтобы на другой стороне при этом их просто послушали. И приняли такими, какие они есть. Без вот этого вот ты мыслишь неправильно, ты еще ничего в жизни не понимаешь, что у тебя со вкусом, у тебя ничего не получится и прочего бреда. Крутой учитель всегда на одной волне с учениками. В-пятых, у крутого учителя всегда есть что-то общее с учениками. Что у нас может быть общего? Это предпочтение в еде, в музыке, в кино. Но Рокки так или иначе принимается тема preferences. И, например, я всегда реагирую. Ну, или что-то типа того. Все эти точки соприкосновения помогают ученикам идентифицироваться с учителем. То есть они как бы смотрят на него и думают «О, он такой же, как и я, только лучше. Значит, и я могу быть лучше». Но в целом, крутой учитель знает, как установить и сохранить идеальную дистанцию. Это теплое доверительное общение, наставничество, но которое не переходит в дружбу, в понебратство. Потому что в таком случае про учебу можно просто забыть. А напоследок мой совет, как стать суперкрутым преподавателем. Не прекращайте учиться. Один из способов получить новые знания – это посещение профильных мероприятий. Совсем скоро состоится масштабный международный SkyTeach Festival 11 и 12 октября. Этот фест – концентрация полезных знаний, лучших спикеров и нетворкинга. Есть даже специальные билеты, которые позволяют получить сертификат о повышении квалификации. Регистрируйтесь по ссылке. Такое точно нельзя пропустить. Резюмируя выпуск, добавлю. Урок у крутого преподавателя всегда увлекательный и запоминающийся. А, соответственно, и материал усваивается гораздо лучше. В связи с этим у меня для вас вопрос. Что для вас крутой учитель? Жду ваши ответы в комментариях. На этом не все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и stay tuned. Bye! Это слишком умное слово, да? Идентифицироваться с учителем. Какими? Какие? Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Только следует... Субтитры создал DimaTorzok